Областной интеллектуально-познавательный конкурс «Орудит» собрал участников и из Бреста, и Брестской области, которые имеют инвалидность по зрению для того, чтобы они смогли продемонстрировать свои знания, а также побороться за главный приз. Мероприятие проходило благодаря финансовой поддержке Управления культуры Брестского облсполкома. В этом году оно было проведено в несколько изменённом формате. Конкурс был посвящён году исторической памяти и включал разнообразные задания интеллектуальной направленности. Наш интеллектуально-познавательный конкурс «Орудит» проводится уже много лет. Хочу сказать, что последние, наверное, лет пять мы проводим его немножко в иной форме. Хочу также сказать и отметить то, что каждый год у нас увеличивается число участников. Вот в этом году у нас принимают участие 10 команд из 9 регионов нашей области. В этом году наш эрудит, наш конкурс посвящён тематике, ну, год исторической памяти в республике. Поэтому, естественно, одна из игр, а их пять в составе конкурса, посвящена именно теме истории Республики Беларусь. Участники практически каждой команды находились в прекрасном расположении духа и были максимально настроены, если не на победу, то точно выразили готовность занять одно из призовых мест, что тоже является достойным исходом событий. Я думаю, мы, конечно, настроены на перемогу, потому что, когда я ведаю, что я делюсь в первую очередь не в этом споборнице, то я надеюсь, что наша команда переможет. В городе Вацевич и команда «Фортуна» мы приехали в первую очередь участвовать, ну, победить сильнейшим. В последние годы, ну, когда конкурсы проводились до пандемии, у нас три года подряд было четвёртое место, так пора бы уже его, наверное, исправлять на более приемлемое, на третье. «Бересте», «Молния», «Фортуна», «Импульс» – это далеко ещё не все названия команд, которые участвовали в конкурсе. Представители команд – уроженцы не только Бреста, но и различных районов области. Жители Пинска, Драгичины, Берёзы, Барановичей. Конкурс традиционно включал пять игр. Вопросы двух туров игры «Что, где, когда» были посвящены истории Республики Беларусь. А игра «Кроссворд» проверила то, как участники конкурса знают родной белорусский язык. Более пяти лет мы проводим уже игру в разном плане, которая состоит из разных игр. Мы подумали, многие предложили, что так будет более интересно, более живо, и люди смогут показать знания по различным своим знаниям. На протяжении всей игры участники каждой команды демонстрировали свои интеллектуальные способности, решали разнообразные задачи на логику и эрудицию. А всё для того, чтобы доказать, что именно они достойны победы. Наталья Хомич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бук-ТВ.